В Одесской области появится инфекционный город. Областной бюджет на 2017 год утвержден не полностью, а некоторые медучреждения получат дополнительное финансирование. Эти решения были приняты на последней в 2016 году сессии Одесского областного совета. Более подробно в нашем следующем сюжете. Восьмая и последняя в этом году сессия Одесского облсовета началась получасовой задержкой. Без споров и жарких дискуссий большинством голосов депутаты поддержали главный финансовый документ. Доходы определили в размере 7 миллиардов 750 миллионов гривен. Расходы чуть меньше – 7 миллиардов 746 миллионов. Фонд бюджета развития составил почти 76 миллионов. Правда, бюджет нуждается в дополнениях, признаются депутаты. Скорее всего, в конце февраля у нас еще будет одна бюджетная сессия, где мы будем вносить поправки к этому бюджету. И уже отталкиваясь от общей стратегии развития вместе с областной державной администрацией. Жарким оказался вопрос о дополнительном финансировании областной больницы и онкодиспансера. На сессию пришли главврачи медучреждений и лично обратились к народным избранникам. Депутаты обсуждали этот вопрос дольше остальных и даже ушли на перерыв, чтобы согласовать все тонкости. за закрытыми дверями. В результате решение все же приняли. Онкодиспансеру выделили 13 миллионов гривен. Облбольницы – 3,5. Также облсовет поддержал создание в области Центра социально опасных болезней. В нем будут принимать пациентов с туберкулезом, вирусным гепатитом и ВИЧ. В инфекционный городок с улицы Белинского переедет и Одесский областной противотуберкулезный диспансер. По мнению депутатов, Центр такого профиля не может находиться рядом с курортной зоной и парком отдыха. Где конкретно разместят туб-диспансер, пока неизвестно. Финансировать строительство будут за счет грантовых проектов. Мы общались с грантовыми USID и Делойт. И они действительно говорят, что они готовы участвовать в этой грантовой программе. Безусловно, там будут и деньги областного бюджета. Началась и закончилась сессия одним и тем же вопросом. Депутаты обсуждали судьбу Одесского припортового завода. Они подготовили обращение к президенту Украины, Верховной Раде и правительству с целью вести мораторий на остановку ОПЗ. В результате документ одобрили.